Июнь 2019 года. Так выглядела территория рядом с домом по Садовой 17 этим летом. После сноса гаражей земля долгое время пустовала и зарастала травой. Благодаря инициативным местным жителям было решено здесь быть новому скверу. Тогда, в середине лета, подрядчик пообещал, что объект сдадут с опережением графика и постараются успеть ко дню города. И вот сентябрь 2019-го. Спустя почти три месяца наша съемочная группа снова здесь. И мы видим, что пейзаж кардинально изменился. На торжественное открытие сквера Садового приехал глава Краснодара Евгений Первышев и отметил сильный контраст до начала работы и после. Помним, как эта территория выглядела. Это были гаражные боксы всего. Это и зона отдыха, детская территория и недалеко еще открыта спортивная площадка. Самым главным украшением и самым главным подарком для горожан, для города это создание новых общественных территорий, новых общественных значимых мест, реконструкция парков и скверов. В этом году беспрецедентное количество. Мы делаем порядка девяти зеленых зон. Четыре откроем непосредственно к дню города Краснодара. Это реконструкция. И, конечно, сквер Садовый, который мы сегодня здесь видим. Мэр подчеркнул, что сквер без преувеличения создан жителями. Благодаря их инициативе, неравнодушию, желанию сделать Краснодар зеленым и комфортным. Мы спросили горожан, как им новое место отдыха. Все отлично, хорошо. Молодцы, что сделали, что благоустроили, конечно. Ну, может быть, шумно будет немножко, но ничего. Бабушки на лавочках будут сидеть. А такие пенсионеры, как мы, конечно, будем иногда выходить на спортивную площадку, там что-то делать, развиваться. Во время открытия в сквере работали тематические площадки для детей и взрослых. Прошли мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. На спортивную площадку вышли волейбольные команды, молодежи центрального округа и сотрудников фирмы-подрядчика. Евгений Первышев открыл поединок, сделав первую подачу. Все, кто пришел сюда сегодня, чтобы размять мышцы, новое место для занятий оценили и одобрили. Прекрасная площадка, хорошее покрытие, освещение также присутствует. Замечательно играть, атмосфера, прекрасная праздника. Большое спасибо городу. Как вам площадка, как вам вообще сквер? Отлично, я думаю, это будет очень полезно для общества и для нашего города. В Садовом в ближайшее время посадят около 190 деревьев и более 2000 кустарников. И в этом смогут принять участие жители этого района. Евгений Первышев пригласил всех желающих на субботник, который пройдет в этом сквере 28 сентября. А на детскую площадку никого и приглашать не нужно. Сегодня она была наполнена смехом детей и улыбками мам. Очень замечательно, что все это сделали. Тут место давно пустовало. Поэтому для детей и для взрослых будет где посидеть, поразвлекаться. Дети будут очень рады. Я вижу, что они уже очень рады. Вообще отлично, конечно. Не хватало очень здесь, в этом районе, площадки детской, куда можно прийти, спокойно погулять, спокойно поиграть. Хорошо, что она огорожена. Детки не будут убегать ни на дорогу. В общем, прекрасно, все замечательно. Каких-то пару месяцев назад я стояла на этом самом месте. По колено, в траве, на поле с маками. И рассказывала о том, что здесь появится новый сквер Садово. И вот сейчас я вижу все это своими глазами. И как житель Краснодара могу сказать, что такие подарки ко дню города нам нравятся. Анна Володина, Евгений Литовко, телекомпания «Краснодар». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!